Звук будет очень странный. Давайте к игре. Говори потише, окей, попробуем. Я могу чувствительность попробовать пониже сделать, для того, чтобы не было вот таких вот тем. Очень странно, конечно. Очень странно. Ну ладно, давайте, как пауза будет. Я уже все сделал. Переподключил, включил, ребут сделан. И вроде как он работает, но не работает. Так, и пошла еще запись. Прошу прощения за качество микрофона. Это микрофон вообще с вебки. У меня основной микрофон приказал... Ну нет, он работает, но почему-то не работает. Я не знаю. Это DreamHack, это сок против Happy. Что по Харасу. Happy убивает первого рабочего. А, фикусник еще. Ой, ёпо-рыс, это я понял. Извините. Ничему жизнь не учит. Кстати, можно попытаться Архмага убить на мэне. У него чуть-чуть больше здоровья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Happy не сразу среагировал, к сожалению. Он, в принципе, мог бежать сразу же сюда декой. Без всяких там промедлений. Да, звук из нулевых. Ну, представляете, я сейчас сижу, беру вот эту вот вебку и в нее говорю. Это очень странно. Там такой еще звук, наверняка, убогий. Ну, что ж поделать. Да. Вебку включаю. На вебке будет еще этот. Давайте попробуем не отвлекаться от игры. Архмаг немножко восстановился, благодаря реплешменту поушену. Архмага нет телепорта. У меня такое плохое качество встроенных динамиков на мониторе, что разницы не ощущаю, говорит Харри Поттер имба. Но как раз такой микрофон и режет все средние и низкие частоты, и там должен быть голос такой, как у щегла. Бывает. Продолжается микроконтроль. У хапача хороший предмет, из-за исключения слиперсов о гелите. Приходит лечевка. Но в этот раз сок не так отдается. У него есть... Есть пока еще живые футы, есть пока еще живой архимаг. Все нормально. Ну пока стандартная игра идет. Надо новую кидать первую. Хорошая новая футмена. Правда, достает он только второго футмена сплэшем. Ой-ой-ой, леча-леча-леча-леча-леча-леча. И еще одна новая хорошая. Выходит из окружения леча. Красиво. Заметили, там был скелет, который блочил со стороны хапача своего же леча, для того, чтобы было сложнее окружить его футменами. Охренеть. Бейлон, говорю, только как ностальгия, тот самый голос изводов навигатора. Да ладно, неужели у меня... Да, он был повыше, кажется. Повыше был. Довольно битые финды, но самое главное живые. Сейчас первая обсидианка, можно постепенно будет уже восстанавливать и ману, и здоровье. Хапач прожимает, как вы помните, статую и на то, и на другое. Ай, минус элементаль, к сожалению. Не успели мы его убить, он срок годности прошел. Так. Леч битый. ДК еще не третий. В прошлый раз он как-то побыстрее набрал себе уровень. Сок из вейнинг, полагает тот, а тот фигни не с... Хорошо эти проразбираются, как экс-профессионал и специалист по мэчапу. Но не все так просто. То есть то, что он не проигрывает, это точно. Но впереди еще дофига испытаний. Выходит МКА. Опасно, ИС-3 молотка. Кидает молоток в Лича. Окружает, но там Архмак подставляется. Лич. Лич хорошо. Лечит. Лечит ДК Лича. Как Кайлом. Но Хапач так аккуратненько действует. Ловит молоток. Еще минус Финт. Да-да-да-да. Очень хорошая тема. Напоминание от Тодда, что у Архмага телепорта нет. Он его потратил в самом начале. Поэтому всякие вот агрессивные темы или Херакил. Денай хороший. Опять подтанковывает Лич, к сожалению. Ну, вроде опять Койл, Фрост Армор, и уже МК подставляется немножко. Он отсюда может не уйти в целом. Дестройер появляется первый. Еще лучше. Но это минус... Это... Ну, можно Койл кинуть. А может даже не нужен Койл. Третий уровень. Вот это важный момент. Появилась Арба. Появился третий уровень. И... Исчез Молотон Кинг. А сейчас Архмага можно убить. Архмага можно убить. Архмага можно убить. Не хватает немножко маны на нову. Но смысл в том, что Архмаг не вернется сейчас домой. Так просто. Сеточка. Первые кони. Алтарь. Ну, Хэпич, не стой под магической вышкой. Сейчас заливать начнет, скорее всего. Как только рабочие подойдут. Рабочие подходят. Где заливка? Ну, Хапачин. Давай, алтарь, алтарь, пора. А, блин, поздно. Дождался Маутон Кинга. Может еще получить молоток. Но молоток летит в этого, в Деку. МК не уйдет. Тут даже Койл можно кинуть, чтобы не терять время. Нет, он просто блочит и экономит Койл. Красава. Он встречает героев из алтаря. Заливает снова. Там паладин на очереди. Архмаг нарезает круги. Купил себе бутылочку. Жизни. Капец. Ну, очень сильная игра, конечно. Она вроде как стандартная, но исполнение на очень высоком уровне. Чувствуется, что здесь сотни, сотни тысяч игр просто по практике. Четкий фокус, отконтроль юнитов. Врываются кони. Выходит паладин. Есть вертолеты. Опасный момент немножечко. Кстати, опасный момент. 59-52. Вот эти вот рыцари, которые сразу выбегают уже с Грейдом, они мешают очень сильно. Обсидианка минус. Первые его юниты теряют Хэппи в этой игре. Ловит в сеточку вертолетов. Хорошо. Хорошо. Но вертолетов много. Блин, неужели Сок отобьется, а? У него уже больше лимит. Он отбивается. От финдов отлетает по десятый... Ну, по 50 где-то. Здоровье за удар. Хороший блок от Сока. Убивает финда. Это 1-1, кстати. Капец. Уже минус 10 лимита. Что? Что? Букав Дэд. Минус полагин. Еще финд минус. 53-44. 58-44. Сок сильный впереди. Может, как-нибудь отрезать Архмага. Отрезать Архмага. Он без телепорта. Опять пошли ногти в расход, блин. Я не могу. Лич третий. Это хорошо. Не, на героях можно нормально еще повыруливать. Пошли баньши. Так, то есть мы не продавили пока что, да? Не продавили. Дальше у нас идут баньши с проклятиями и с посесом. Захват. Найтов. Хорошо, что красную взяли. Что там по... Блин, там Ауран Дэдовская, блин. Пока не везет. Ну, большая бутылка жизни хорошо на перспективу в целом, потому что, когда там будет поближе к третьему уровню и МК, и Паладин, то нам на том же самом Деке этот предмет может очень сильно пригодиться. То, к сожалению, у противника работает эксп, и надо сейчас что-нибудь придумывать. Хэппи выходит из лимита 54 на 70, и будет продолжать отстраиваться с одной базы. Усока 59 на 78, но он очень много времени, денег и ресурсов вкладывает в апгрейды. То есть у него там 1 на 1 еще сейчас грейд делается, плюс там шреда для мортирок, и здание, наверное, тоже отстраивал. Что там? Баттлдрамс. Ауры, как вы помните, немножко подрезали, так что это не 10%, а 7% к урону. И эта аура, конечно, хороша своей универсальность, потому что она действует вообще на всех, абсолютно на всех. Разве на подрывников, что не действует, да? Потому что у них там обилка и нет атаки. 7,5 не идти подсказывать, не 7, а 7,5. Три-три, вот это плохо, блин. Уже второе лечение, второй молоток. Ну, знаете, когда человек отбивается на Т3, вот Хуман отбивает свой экспант или отбивает мейн, при этом выходит в Т3, для большинства андейдов игра заканчивается, но не для хэппи. Потому что баньши, ну, такое второе дыхание дают, дополнительные возможности. Мало того, что это дебаф самый классный, курса, так еще и можно перехватывать четырехлимитных коней. И против этого нужно либо какой-то, ну, хороший контроль обычный и какое-то количество мортир, для того, чтобы можно было отстреливать баньшей, которые пососсят этих коней, блин. Ну и плюс стафы еще. То есть дофига тебе нужно всего для того, чтобы законтрить этих баньшей. Баньшей много, а МШ пойдет сейчас. Мана у них много, хватит и на АМШ и на ПАСС. 76 на 69, разница по лимиту почти незначительная, ну, очень незначительная, это хорошо. Иннерфайр не готов, мортиры не готовы, две штучки. И кони заходят справа, перегруппировываются. Хапач идет вперед. Ооо, вообще хорошо действует сок, он выигрывает много времени, нычка работает, мортиры доделываются. Став. Капец, какой же он псих тоже. 80 лимита, мортира, правда, вышла кривая из-за точки сбора, но это стандарт. Вот, зевают, зевают хуманы в таких моментах. Так, в это время основная армия, как вы видите, пытается соединиться с подкреплением. Два преста, две баньши. Хапач располагается под добычей. И сейчас Соку придется либо телепортироваться, либо заходить как-то вот с севера, с подветренной, что называется. Герой пробегает мимо, Соковский, его можно перехватить. Палыч опять. Клэп хороший от АМК. Палыч прорывается. Баньши пытаются уйти. Как их разрывает картечь? Найт минус один, ну, один запасы... Одного только Найта, да, запасы селия из трех? Двух спасли. ДК очень битый. У него нет бутылька. Почему нет бутылька у ДК? А, он только что его выпил, сори. Еще минус конь. Баньшой. Хэппи заливает, в том числе и своих. 66, 61. Лимит более-менее равный. Но Хэппи пока что все оранжевое. Работает по пристам. АМШа живет. Питлорд еле-еле-еле живой. Койл на Питлорда. Клэп очень хороший, конечно, от АМК влетает. Какой же красный Хапачо. Став. У-у-у. Минус Финд. 60 на 64. И у Сока еще на руках 1200 голды. Там Палыч с этим сманой. Куда Хэппи лезет? Что происходит? Что он делает? Минус. Он пытался то ли и то ли в Палыча влететь, но долгое время бегал просто внутри армии. Отдает коня одного, отдает коня второго. 4,5, 4,3, 4,3, 7. Нет, тут Хэппи будет очень сложно выиграть. 80 на 56. Коломеец, Алексей, добро пожаловать. Да, вижу тебя. Краем глаза вижу. Так. Заливаем. Ну, если удастся еще как-то потянуть, потянуть до 5,5. Потянуть, может быть, за счет, не знаю, там, окончания мэйна и перехода на эксп. МК врывается прям в кучу. Делает клэп. Хэппи тут же делает АМШУ. Молотком ловит... Ну, короче, Финд ловит молоток, который влетает в АМШУ, который только-только кастуется. Короче, контроль очень крутой. Тут можно разбирать на замедленном и смотреть, как кто контролит. Потому что так ты не успеваешь просто на все обращать внимание. ДК подставляется, у нее телепорт. В следующий раз, когда он подойдет, будут проблемы. Да, на нем свежая АМШ, но... Хэппи отступает к себе на мэйн. Молоток. На развороте пытается поиграть. Койл. Там арба работает. Минус Финд. Да, АМШУ очень много. Минус Баньша. 80, 57. Да, это... Это беда. Ну, какие тут варианты? Либо противник лезет к нам на мэйн, и мы его принимаем, и отбиваемся, и получаем 5-5. Но нам нужен хороший размен какой-то, для того, чтобы в игру вернуться. Минус Баньша. Добавляет первого АБОМа, продает ненужные здания, и будет сейчас готовиться к финальной атаке. То есть не будет попытки поставить догоняющий экспант сейчас после мэйна. Хотя нет, может быть, может после мэйн он и перейдет. Там не так много ресурсов нужно. Ты же продаешь свою шахту, переходишь, там 100 с небольшим нужно золото и леса, и все. Не так сложно. Да, Каспен там правильно отметил, что тележки без маны у Хапача. Невидимый Маутон Кинг под Иннерфайером готов врываться. Ооо, там такой клэп будет сейчас. Бах, на половину армии. Палыч вытанковывает. МК впереди. Кони под Иннерфайером. Дестройеров нет. Еще один клэп шикарный. Мортиры работают. Баньши бегают, пытаются понять, им захватывать. Первая пошла захватывать. Вторая. Ставают вторую. Одного захватил. 75 на 71. Нормально. Есть еще шансы. Заливка хорошая. Оооо. Равные лимиты, равные лимиты. Блин, вот до пятого уровня, если доживет, третий койл, третий ново, это все. Какую он, какую битву классную дал, а, Хапач. Вы видели? О, нет, нет денег, чтобы шахту поставить. Ё-моё. Четвертый Пит. Начинает работать. Баньши. Койл Финда, койл не выживает, не выживает Финд. Его доедает лич остатки, чтобы экспания досталась Маутен Кингу и остальным героям Хумановским. Дестройер диспелит Инерфайр. Хэппи, скорее всего, не делал дистроф, потому что там всегда вертолеты были, и пока ты от них не избавился. Так, а вот это наглость на самом деле. Сок ставит базу. Хэппи продает половину своей базы просто. Капец, вообще, вы видите, что происходит? Он такой суровый. 4.7 ДК. Это последний Сорм. Инкредитет поведение с Сорком из мап 1 до 2. О, да, это было... Это было... Последний шанс для Хапача в этой игре вытащить. Но если он это вытащит... Это нереально. Это просто нереально. МК готов встречать Инерфайр, Брейкер и Кони. Хэппи подходит. Дисперит дистроерами. МК врывается. Делает клэп. Вертолеты врываются в дистра. Заливка пошла. Банши пытаются захватить нам на последних хитах коней. Минус Банша, прям такой залп. Но одна захватывает. Архмаг умирает! Архмаг умирает! Там паладин с полной маной. Он не лечил Архмага по какой-то причине. Лимита меньше, но мортиры умирают. Ой, камбэчная, кажись. Что такое? Там армии все еще высоко много. 56-52. Но без Архмага... И у нас пятый ДК уже. Минус ЛМ. Минус вертолеты. Блин, нельзя за... Все получается. Архмага пытается выкупить. А он не может в таверне выкупить. У него леса нет. Что? Как? Как? Как он отдал? Ну как он отдал? Ребята, там такие лимиты. Архмаг четвертого уровня. Посмотрите на него. У него там здоровье. Накоил новую, и все, он пошел. Да, сейчас надо вообще в размен идти. Правильно делает сок. Офигеть. Да, конечно, бейстрейт. Телепорта нет, это единственный шанс. Какая игра сумасшедшая. Но сок понял, что он не сможет ничего сделать. И пошел, пошел. Там пятый лич. Конь хэппи бьет экспант сока. Хуменовский конь бьет мейн хумена. Что? С ума сойти. И конь сразу по смоткам. Офигеть. 44-49. Лимиты. В лоб уже сок не выигрывает. Рабочий уходит. Там приходит к хэппичу опять на мейн. Минус Акалит, который лечил мейн. Охренеть. У меня слов нет просто. А сок отсюда не отступит. У него нет телепорта, он не отступит. Молоток в деку. Диван. Кидается в деку. Пытается дка коня. Он тыкает отчаянно в коня. Но в коня тыкает. Ооо, минус винт. И хэппи тыкает в коня. Минус прист. Снова в коня. Отчаянно. Сок сдается уже, считайте. Окружили. Окружили. Деку окружили без телепорта. Что? Нет. Инвол есть. Инвол пропивает, передает лечом. Палыча в... Архмаг сейчас умрет. Архмага нужно лечить. Лечит Архмага. Архмаг битый. Палыч битый. Палыча сталфует. Архмаг пытается уйти. Передает ему инвол. А там ДК уже рядышком готов койл кидать. Архмаг не выживет же. Он не выживет. Но нет, он выживает. Новый ловит МК. МК не выживет. Его блочат минус МК. О боже, какая игра. ГГ 2.0. Что? Такой ты псих. Такой ты псих. Да, тот абсолютно правильно сказал. Любой из Undead'ов проиграл бы здесь. Это... Я пойду настраивать микрофон, пытаться восстановить его. Но я в шоке. Это не последний матч Хапачана сегодня. Сейчас будет, скорее всего, Сойин против Хэппи. Еще один корейский игрок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...